Вот хожу и, так сказать, низко поклонством объясняю цели и задачи, что здесь вот в этом... С трепетом синьковский поэт Евгений Спиридонов показывает нам рукопись своей новой книги, поэтического сборника «Деревня моя деревянная». Сколько издательств он обошел, сколько потенциальных спонсоров агитировал помочь, но, похоже, поэзия в наше время никому, кроме самих поэтов, не нужна. Это рукопись плод поэтических трудов многих десятилетий, заметки ума и сердца художника слова о деревянной Руси, о родине, которую сегодня вытеснила чуть ли не окончательно городская жизнь, каменная, комфортная, заставляющая забыть о своих корнях. Первый том мне хотелось издать, я не пощадил свое семейное бытие, продал я шестерку и потом продал ниву. Вот чтобы издать, продал шестерку, чтобы издать вот первый том. Продал ниву, чтобы издать вот второй том, зачем же они. Сейчас уже продавать нечего. Энциклопедист Дмитровского края Евгений Георгиевич Спиридонов проработал учителем в Синьковской школе 45 лет и одновременно печатался как журналист и поэт в местных малотиражках. По первому своему образованию он инженер-механик, а уже по второму преподаватель физики. Но так случилось, что физик с годами стал лириком. Все эти вот книги, их четыре, я писал и в антресоль, писал и в антресоль. В 2006 году ухожу на пенсию, открываю антресоль, а мне кулаки оттуда, из каждой пачки. То есть все года разные, но перепечататься стал примерно в 15-16 лет. Самое первое мое стихотворение было написано в нашей газете, в районной. Сам поэт объясняет свою тягу к стихосложению над следственностью. Его отец, фронтовик Георгий Спиридонов, первый председатель колхоза имени Сталина, был еще и острым на язык собеседником, нередко на ходу придумывавшим сатирические вершины на злободневные темы. Правда, семья для Евгения Георгиевича очень болезненная тема. Он похоронил троих своих сыновей, и сейчас только внуки и внучки помогают смириться с потерей детей. Валяется хлеб... А может встать? Нет? Не-не, нормально все. Хлебушка! Валяется хлеб на дороге, идущий в раздумье. Кольнуть! Душа замирает в тревоге, ведь хлеб – это жизнь, ее суть. А кто же остолоп от морозок? Пол ногу бросил, мотон. Врезгил парочку розок, тогда бы опомнился он. Я взял, подобрал драгоценность, за пазуху хлеб положил. Ведь хлебушка – это бесценность, но кто же без хлебушка жил? Своей главной темой синьковский поэт и заслуженный педагог Евгений Спиридонов считает просвещение юных земляков. Приучать молодых к хорошей поэзии, читать им наших классиков, показывать красоту слова и силу красоты, без которых невозможна полнота жизни. Вот это старался передать ветеран рифмы своим односельчанам, своим воспитанникам, своим читателям. Евгений Георгиевич уверен, что сможет издать свою третью книгу стихов о родине. Пока не знает как, но в востребованность своих трудов верит. И работает уже над четвертой своей книгой мемуарами о хороших и талантливых людях, которых поэт встретил немало на своем длинном жизненном пути.